здорово ребят и добро пожаловать на новое видео на канале которая наконец-таки посвящается легендарному милану эйси милан периода карлон челотти очень много просили про эту команду поговорить потому что будем откровенны когда мы говорим про тренеров которые собой олицетворяют какую-то династию в конкретном клубе то на ум приходит как раз гвардиола барселоны зидан мадрида юнайтед условно говоря сера алекса арсенал венгера ну и разумеется же милан анчелотти но зачастую у нас к сожалению или к счастью вот эти воспоминания с годами затуманивается и почему-то мы запоминаем только хорошее или только плохое был ли этот период лучшим истории милана честно говоря для меня возможно нет так как я видел этот период то да воспоминания теплые и ты исключительно вспоминаешь и думаю что ну наверное это лучшее что себя представлял милан но были и другие вариации чего стоит только период тренерства осаки когда они два куба чемпионов брали там такие люди в составе играли и сам анчелотти в то время играл как игрок но и гулит иван басны супер крутая была команда но сегодня не об этом заварите себе чаек а лучше кофеек приготовьтесь потому что сегодня мы пройдемся по составу тактики задачам того самого милана а дальше пройдемся чуть-чуть по истории самого костяка как она как команда играла за счет чего она выигрывала ну и пройдемся по примером в самый чемпионс именно составом того самого милана к сожалению всех игроков которые были в период анчелотти в игре нет нету инзаги нету я поставил адиды амбразини баннера и еще куча игроков джалардини и так далее потому мы будем использовать игроков которые есть в игре и попробуем поменять тех кого нету более-менее игроками которые очень хорошо себя показывали конкретно в милане возможно хоть и не период великого папа карло давайте начинать о попов погоди к и обращаясь ко всем возможно вы ищете монеты монеты для того чтобы приобрести и и все 24 или же вам нужны люди которые могут купить ваши монеты которые у вас возможно в избытке как у меня лежат 7 миллионов не знаю что с ними делать так вот есть ребята которые могут и продать вам монеты и купить ваши монеты то это быстро выгодно самое главное надежно доставят вам ваши монеты или же приобретут ваши либо покупай либо же где-то покара я шучу ребята с радостью также предоставят вам ключи или же сами игры на любые платформы которые вам нужны ссылка на шармана в описании не забудьте сказать что я в домике так как вл я уже отыграл этими ребятами и всех уже раз продал то по составу пройдемся здесь мне этот состав обошелся где-то в 6 миллионов но где-то 5 500 я мальди не еще покупал в дешевой вариации он меня на замене сидел ну и эту версию конечно же активно использовал даталова на что касается состава опять-таки говорю деда нет состава поэтому наоборот обстает был вариант маньяна был вариант донорумы я понимаю что фанаты милана не особо любят недолюбливают даже я бы даже сказал донорума но он посильнее в игре у маньяна только золотая версия поэтому встает донорума что касается линии защиты кафу на месте легенда милана в центре защиты место понятное дело что рядом с места не хватает я постам а которого тоже нет в игре а мальди не который должен стоять лз поэтому передвигается на цз а на лз играет также эрнандос если выбирать из всех карт которые доступны в игре тот эрнандос нынешний капитан милана конечно же имеет больше шансов попасть в туса в тот самый милан что касается центрополе это пресловутый ромб мы все помним этот ромб это был гатузо зайдорф перло и как а в атаке были инзаги шевченко иногда был кресло и шевченко у нас добавились несколько игроков про на день у которого не было понятное дело в период на лучшего милана он позднее в конце своей карьеры туда приходил но если выбирать игроков которую может добавить милан который оставили след в истории так клуба есть уж не игрой а своим именем именем то это понятное дело что рональди не понятно что можно было и руика что ставить на уру и по что очень слабая карточка но и хотелось как раз таки за эту легенду тем более я не играл за его thunders так версию поиграть что касается атаки как а у нас поднимается на форварда для того чтобы был хотя бы один адекватная нападающий потому что сб чашку шевченко я не собирал его эта карточка буквально не играбельна поэтому кресков даже чаще будут будет попадать в состав потому что у него хотя бы более-менее есть скорость и удары как а будет вторым форвардом центр я думаю что не стоит долго останавливаться за идорф цп бокс-то бокс гатуза выгрызал весь центр пирло играл по сути глубинного плеймейкера и доставлял мяч в атаку защита выгрызает два крайних защитника активно подключается к атаке давая максимально ширину что касается схемы давайте пройдемся ну и так как еще раз повторяю состав весь распродан покажу тактики милана которыми я играл уже на примере просто с другими игроками но самое главное тут тактика играем разумеется же ромбом от карлан челотти 41212 узкий ромб с активно атакующим опять-таки крайними защитниками переходим в свою тактику и смотрим базовые настройки давайте настраивать защитности сбалансированный ширина 40 глубина 55 розыгрыш баланс голевые моменты баланс ничего не трогать ширину растягиваем потому что у нас узкий ромб и надо чтобы от цепи по цепи чуть пошире располагались игроки в штрафной 5 11 угловые штрафные никогда не рекомендую максимум угловые можете на 2 поставить чтобы месть вместе с мальдини и неси приходил еще один из а ваш форвард если такого есть или высокий но нашем случае в случае никого нет поэтому на двух центральных защитников там достаточно при одной полоске у вас будет всегда там два центральных защитника что касается задач что давайте проходить а понятное дело что вратарю на балансе не надо выходить на мещейцы защитники на балансе lz сбалансирована атака тип забегания забегания то же самое касается и pz пирло ставим оставаться сзади при атаке закрыть центр и оттянутый плеймейкер то есть он будет искать зоны открываться под передачи для того чтобы играть по сути ту роль которую он играл в милане анчелотти глубинного плеймейкера что касается условного за и дорпа который тут у нас будет играть то он остается сзади не остается за дисбалансированная атака закрыть фланги потому что lz у нас будет подключаться и сбалансированный навес мы тут ничего не трогаем что касается с правой стороны тут у нас будет играть гатузо он как раз таки остается сзади закрывает фланги потому что кафу тоже будет активно прессинговать все остальное не трогаем что касается нашего цапника на цапе я напоминаю что у нас рана диньо базовая помощь в защите на самом деле можете даже оставаться впереди ему ставить но это тут уже по желанию замыкать навесы в штрафную все остальное не трогаем можете ли вы дать ему свободное перемещение к сожалению поэтому дело что есть и был это реальный футбол могли бы но в фифе свободное перемещение работает так что у вас рана диньо будет в один момент просто углового флажка тусоваться поэтому не рекомендую что касается форвардов какая у нас будет на сбалансированной ширине базовая помощь защиту смешанная атака ничего не трогаем у него что касается шевченко или же крест по которой будет вместо него выходить оставаться в центре забегать за защитников к сожалению нет у нас инзаги в игре тогда бы мы постоянно оставаться вот в центре как раз таки забегать за защитников идеального под него подошло потому что если вы застали карьеру инзаги это человек его назвали человеком футболистом который родился во всаде но и вернуться в защиту не ставим оставаться впереди потому что этот форвард нам защите не нужен амплуар оставляйте по желанию и плюс можете добавить к этой тактике еще условно 4222 на который также мог играть анчелоти анчелоти также играл елочкой условные 432 1 но сильно углубляться в это не стоит будем играть стандартной узким рамбом который по сути и влюбил себя миллионов фанатов и который помог милану выигрывать с куда это выигрывать лигу чемпионов хоть и сначала проиграв после трех на ноль я про стамбульский финал против ливерпуля пройдемся посмотрим как раз таки уже по истории я буду на фоне рассказывать а вы будете как раз смотреть как команда играла в чемпионс опять таки я все это проверяю исключительно в чемпионс колы забиты созданные моменты а мы чуть чуть пройдемся по истории этого великого клуба еще раз приятного просмотра милан анчелотти считать этот милан итальянским большой комплимент география если игнорировать название адрес и несколько говорящих фамилий в составе ориентироваться только на внешний эффект милан никогда не определишь в италию в нем нет ничего от традиционной идентичности серия анчелотти показал главной лиги мира что можно побеждать по другому не закрываясь как капеллу и не кодифицируя действия до истощающего автоматизма как сакки его система максимизирует индивидуальное творчество и раскрывает лучшее в каждом практическое выражение концепции схемы 4 3 1 2 4 2 3 1 или же 4 1 2 1 2 которые анчи варьировал по ситуации и который отличается не так сильно как кажется допустим ромб легко превращался в елочку прям по ходу атаки для этого достаточного движения любого форварда вниз и 4 3 2 1 находкой было молодого тренера в парме и первый год в милане он использовал стандартное наследие сакки линейную 4 4 2 с фланговыми полузащитниками но отказался от нее в 2002 году великие свершения приходят с большими проблемами примерно так можно перефразировать общую теорию эволюции к 2002 анчи надежно застрял в образе неудачника за шесть лет в карьеру в топ-клубах не поднял ни одного трофея вероятно так бы и шло по накатанной с не до конца работающие и устаревшие схемы сакки но проблемы спровоцировали прогресс летом 2002 года берлускони купил зайдорфа и ревальду а еще раньше в команде появился руй кошта анчи получил трех игроков топ уровня на позицию которой у него не было первым ответом был ромб модуль знакомой анчи по работе с диданом в ювентусе место все равно не хватило сентябре 2002 он переоткрыл 4321 больше всего я горжусь изобретением рождественской елочки описывал анчелотти на самом деле ее придумал экс-тренер донецкого металлурга ко адрианса в конце восьмидесятых готовясь где портива я понял что опорники маура сильва и серфио ключевые игроки схеме и руретты говорил анчелотти оба играли статично но начинали все атаки чтобы закрыть депор нужно было лишить их свободы так я пришел к елочке один нападающий и два инсайда за ним сделали нас сильнее в защите и нестандартнее в атаке у команды появился уникальный баланс соперник не знал что делать с новой схемой к тому же у меня было много шикарных полузащитников и в этом модуле хватало места на всех так я выиграл лигу чемпионов 2003 мой самый важный трофей ведь с тех пор меня не называли лузером рассонере контролировали мяч разбивали защиту на разных этажах и запутывали опеку динамикой действия инновационный футбол принес милану пять трофеев за два сезона к 2005 милан играл агрессивнее острее и вертикальнее большинство тактических приемов остались прежними но изменилась главная центральная фигура анчи изящно разобрался с перегруженностью трейквартисты он вместил ривалду и руйко что в 4 3 2 1 а третьего за и дорфа превратил в бокс тубокса главной фишкой анчелотти было несколько скрытых реджист у анчи был распасовщик каждой трети поля это были место пирло за и дорф как а движение нападающих зависело от ситуации милан обычно играл в 4 3 1 2 анчи предпочитал классическую дифференциацию действий один форвард атакует пространство за спинами защитников а второй опускается к трейквартисте под пас так создается многоэтажность владения разрывается линия защиты и появляются свободные зоны но кресло и шевченко обычно двигались иначе один из них открывался на фланге вытягивал защиту второй смещался на позицию напарника а в появившиеся пространство врывался как а еще реже за и дорф как а революционер на позиции трейквартисты роль плеймейкера всегда подразумевала управление атакой как а образца 2005 года лучшие в мире созидатель контратак его головокружительная скорость опрокидывает тактику и сводит футбол к основам олимпийскому быстрее выше сильнее и просто лучше а лучше почти всегда как а он превратил смесь дриблинга и легкой атлетики в искусство а рикардо сформировал новый командный почерк вместо размеренного интеллектуального перепаса руйко что дерзкие стометровки в темпе гоночного болида с такими же резкими проникающими передачами от мастера как а феномен говорит анчелотти зидан творил невероятные вещи на тренировках но ему редко удавалось повторить их матчах как одинаково прекрасен на тренировках и в матчах что касается прессинга анчелотти любил играть высокий прессинг триггер это перевод мяча на фланг команда сразу включалась в активный прессинг если соперник играет в три защитника трейк вальтиста атакуют центрального а нападающие двух других есть у соперника четыре защитника нападающие атакуют центр бэков и провоцирует пас на фланг на фуллбэка набрасывается гаттузу или зайдер а кака закрывает пол защитника который ближе все к защитнику с мячом объяснял анчи эта система анчелотти максимально свободная для папы карлу важны позиционная структура и четкие роли игроки занимают определенные позиции в зависимости от зоны и движения партнеров в остальном полная свобода игроки сами решают в какие зоны бежать куда пасовать и когда взрывать темп свободный подход создал уникальную систему максимального индивидуального роста в милане не было не раскрывшихся игроков модель анчелотти выжимала максимум из каждого и дело не только в тактике карлу работает так на всех уровнях в мае 2002 года они арендовали дарио убнера для американского турне рассказывал анчелотти играли с эквадором первый тайм закончился и вернулся в раздевалку нашел всех кроме убнера объятий сказал что он в душевой открывать дверь дарья курит мальборо и подтягивает пиво из банки спрашивают дарья какого черта ты пришел в милан чтобы курить пить и заниматься хуй знает чем в перерыве это я от себя он ответил абсолютно спокойно мистер я делаю это всю жизнь если я не пью и не курю то и на поле не выкладываюсь на максимум что до милана то я арендован для рекламы и в-третьих угостить сигаретой на этой фразе раздевалка взорвалась от смеха я вместе с ними что тут поделаешь дарио всегда оставался собой для него главное максимальный комфорт но минус всего этого подхода анчелотти проявляется на дистанции на милана не было запрограммированная система которая позволяет выключиться и набирать очки по накатанной все на личном классе футбол анчи требует от игроков постоянного творчества напряжение 10 месяцев в году без перерывов и перезагрузок вот почему новаторский милан выиграл всего одно скудетто за четыре года эта модель не подразумевает стабильности в пятом году случился в великий стамбулский финал который анчелотти проиграл и запомнил на всю жизнь в седьмом году милан и ливерпуль выпустили сиквел стамбульского финала тоже динамичный и остросужетный триллер но уже без итальянской трагедии милан победил через несколько лет великие дьяволы анчелотти скончались крепкая привязанность всегда вредит бизнесу который подразумевает большую текучку берлускони слишком сильно полюбил этот милан сильвио упустил момент для обновления и команда дряхлела вместе с игроками миланисти бегали в основе до 40 лет а в компанию им приходили такие же сдавшие парни бэкс рональдинио шева после челси концу нулевых величие осталось только в фамилиях на футболках люди которые их носили были еще очень хороши но уже не бесподобны и система анчелотти привязанная к личному классу перестала работать в 2009 году карло ушел так умер последний великий милан наследник команд капелло исаки ну а на этом все парни надеюсь вам было приятно окунуться в те самые времена потому что мне было безумно приятно поделиться с вами воспоминаниями тех лет увидимся уже в следующем видео про новую команду про новые легенды и новые истории про какую выбирать будете сами в комментариях жду от вас максимальной поддержки спасибо что смотрели берегите себя еще услышимся пор за милан пока